Берешь один текст, делишь его на 7 частей, там 8 заголовков, хоп-хоп, и делаешь шаурму. Сегодня рассказываю о том, как выполнить на максимум задание 10 раздела чтения в ЕГЭ по английскому языку. Выдаю все секреты? Поехали! Я все-таки запускаю экспресс-курс по подготовке к ЕГЭ по английскому языку. Это значит, что за 4 месяца до экзамена мы подготовим вас к ЕГЭ. Экспресс-курс состоит из теоретических занятий, практических занятий. То есть мы охватываем всю теорию, которая нужна для экзамена, лексику, грамматику, а также разбираем все разделы ЕГЭ, практикуем их, раз в месяц проводим пробники и практику говорения. Таким образом, мы на максимум готовимся к ЕГЭ за такой короткий срок. Да, 2 года уже действует этот курс, успешно. Приглашаю вас 13 февраля, старт курса. Все вопросы можете задать мне в личном сообщении, в группе ВКонтакте. В соцсети указаны внизу под этим видео. Не теряйте время и спросите мне, как подготовиться к ЕГЭ за 4 месяца. Итак, стратегия выполнения заданий 10. Пошаговая. Что, зачем мы делаем? Первое. Мы начинаем с чтения заголовков. Их всего 8. Интересное наблюдение, что в старых вариантах ЕГЭ, в старых сборниках, составители экзамена пользовались следующей фишкой. Они составляли заголовки парами. К одному тексту вроде бы подходило 2 заголовка. Они были очень похожи по сути. For example, hard to do or difficult to deal with. Like that. В актуальных вариантах ЕГЭ 2017-2018 этой фишки больше не. Важный лайфхак с практического курса. Теперь все заголовки разные. Все 7 текстов будут посвящены одной тематике. Фестивали, хобби, музеи, работа, все что угодно. Мы не читаем их все сразу. Мы читаем по одному тексту и подбираем сразу же к нему заголовок. Важный лайфхак. Информация о заголовке, то есть важная, ценная информация, для нас хранится чаще всего в середине, либо в конце текста. Поэтому читайте внимательно, держите концентрацию. Второй момент. Мы, подбирая заголовок, не основываемся только на том, что мы можем перевести. Важно понимать, что чему посвящена большая часть текста, то и есть заголовок. Надеюсь, я понятно объяснила. В этом же принципу мы и действуем, подбирая заголовок к русскому тексту. Если вы не поняли текст, не смогли подобрать сразу заголовок, то переходите к чтению следующего текста и подбирайте к нему заголовок. Не поняли? Следующий текст. А этот поняли. К нему поставили заголовок. И так далее. Все семь текстов. Далее. Когда вы повторно начинаете читать тексты, вы действуете методом исключения. Если совсем все сложно и вы ничего не поняли, тогда вступает в силу правила научного тыка. И здесь мы наобум выбираем и предполагаем, что же является правильным ответом. Важный аспект в тестовой части экзамена мы не оставляем пустых клеточек. То есть мы проставляем все ответы, потому что вдруг нам может повезти на то и тестовая часть, что нам даются варианты ответа. Мы можем предположить. Это круто. В отличие, например, от письма и говорения, где все зависит только от нас. Ну и это все, наверное, что я хотела сегодня рассказать. Интересно знать, а есть ли у вас стратегия выполнения каждого задания или каждый раз вы делаете как-то по-разному их. Напишите мне в комментариях, давайте это обсудим. Ну и 100 баллов за ИГТИБЕ. Пока.